ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возрадуйтесь, фанаты шпионских боевиков. На Sony PlayStation выходит третья часть нашей с вами любимой игры. Syphon Filter 3. О ней сейчас и пойдет речь. Эту игру мы ждали так долго, что уже успели позабыть и смылиться с неизбежным, что она больше не выйдет. Но не тут-то было. Вопреки всем прогнозам и сплетням, Syphon Filter 3 выходит именно на первый PlayStation. История про смертельный биологический вирус продолжается, набирая все больше оборотов и заманивая свои сети новых игроков. Все вы наверняка помните сюжет первых двух частей. В первой части мы боролись с генералом Ромером, который и создал сам вирус. Во второй искали предателя в агентстве. В третьей же все намного сложнее и запутаннее. Проишедшим заинтересовался Конгресс, и наши герои по очереди вызывают на допрос. Много подробностей всплывет. Мы узнаем о тайных операциях, имевших место еще до первой части. Узнаем, как же познакомились с Гейб и Лиан. Побываем на первом задании агента Ксинг и многое другое. Теперь переходим непосредственно к игровому процессу. Самое главное, что можно сказать про Syphon Filter 3, это то, что его не испортили. Игра осталась такой же динамичной, интересной и реальной, как и первые две части. Задания длинные, разнообразные, больше оружия, продвинутый компьютерный интеллект. АИ в народе. Кстати, об этом АИ нужно сказать несколько слов отдельно. Теперь противники не стоят на месте и глупо стреляют. Такого больше не будет. Они бегают, уворачиваются, прячутся, отступают и даже делают боссады. Что говорить, легкой прогулки по парку не предвидится. А оно нам и не надо. Чем сложнее, тем интереснее. Напоследок, хочется сказать огромное спасибо программистам. За очередную часть самого интересного шпионского боевика на Sony PlayStation. С нетерпением будем ждать продолжения. А сейчас давайте отвлечемся от готовых игр. Так как начинаются игровые новости. На GameCube новое пополнение драк. Именно там выходит игра Bloody Roar. Где нам в очередной раз предстоит превращаться в родничных животных и драться их. На той же приставке выходит самый взрывоопасный персонаж игр Бомбермен. Еще живо в воспоминаниях настоящие бомбовые бои. Теперь все это в Боннаду. Наконец, стала известна платформа, на которую переведут легендарный Макс Пейн. На этот раз привезет к будущим владельцам Xbox. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И последняя новость, связанная с футболом. Лучший представитель этого жанра, игра Virtua Striker 3, выйдет только для GameCube. Если вы большой фанат этого жанра, советую начинать копить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что такое Драгонрайдерс, я понял не сразу. Я только поиграв в нее пару часов, смог дать ей следующую характеристику. Это смесь приключений, квеста и РПГ. Вы где-нибудь видели такое? Лично я нет. Нам предстоит играть за самого настоящего наездника драконов, у которого, как всегда, проблем выше крыши. Помимо этого, у нас имеется собственный дракон и летающая ящерица. Просто питомник какой-то. Действие игры начинается внезапно. Нам же нужно к кому-то идти, что-то делать, кого-то спросить. В общем, стандартный набор квеста. Но не все так просто. Все задания, полученные у различных людей, необходимо выполнить обязательно. А то никуда не сдвинемся. Но зато, выполнив все требования НПС, мы получаем оп. Кстати, он здесь дается абсолютно за все. И самое интересное, увеличивает отдельные показатели. Опыт, полученный в бою, повышает силу, добрый поступок, репутацию и так далее. Выполняя все эти задания, нам предстоит очень много бегать. Ведь пространства в игре огромные. Смотрите, не заблудитесь. Иной раз поражаешься, как это все работает над Римом. Пару слов о боях. Драться придется не меньше, чем болтать. Для этого у нас огромный выбор всевозможного оружия и заклинаний. Самых, что ни на есть магических. Проблему создает только режим боя. Не то, чтобы неудобный, чересчур сложный. Но я думаю, для настоящих геймеров это не помеха. Напоследок, хочется сказать только одно. Не пропустите мимо своих рук эту удивительную игру. Ее магический фэнтезиный мир лишит вас покоя на многие дни и недели. Ведь это просто интересно. По многочисленным просьбам наших телезрителей мы повторяем репортаж игры в ином на персональном компьютере. Смотрите на здоровье. Ну вот, наконец-то и вышел в свет долгожданный тактический 3D-экшен Веном. И могу сказать, что обогнув все однообразную сервис жанра, свет вылез в настоящий хит. Может быть очень скоро начнут появляться множественные пародии, может быть старые третьи части, но я никогда не забуду свое первое знакомство с этой игрой. Никогда я еще не видел такой мощной проработанной тактики с элементами экшена. Или экшена с элементами тактики. Такая разница. Главное, что разработчики вложили душу в свое детище. Игнались явно сгнили за деньгами. А это радует. Итак, недалекое будущее. Земля вновь на грани катастрофы. После метеоритного дождя на планете появились инородные формы жизни. Вы кукловодов читали? Если да, то у меня нет необходимости рассказывать вам весь сюжет. Маленькие паразиты подчиняют людей своей воле, захватывают важные стратегические объекты, и никто не может с ними справиться. Кроме нас. Так что выбираем команду, экипируем ее и вперед. На встречу опасностям и приключениям. Только не слишком резво. Здесь таких быстро успокаивают. Запомните, ни вы, ни ваш напарник не являетесь беженцами с планеты Криптон. Ну, короче, не супермены вы. А сильнейший интеллект противников вообще ставит под сомнением ваше существование в мире живых. Помню, нарвался как-то на небольшой отряд. Так меня быстро изрешутили. Ладно, лоудгейм, другая тактика. Протвался лес там, местную дислокацию. Прогляделся, ну точно, это место. Вылетаю из кустов с дикими криками, а там никого. Они, оказывается, услышали мои шаги. Вы понимаете, шаги услышали и притаились. Но об этом я узнал лишь тогда, когда трассирующие пули прошли сквозь мое тело. Ведь хотел же я в эту миссию снайпера взять. Ай, бывало, если я сядешь на возвышенности. Один выстрел, другой. Враги бегают, суетятся. Не могут понять, откуда же стреляют. И вдруг, сообразив, организованной толкой бегут в мою сторону. Ха, они еще не знают, что мой друг уже находится за их спиной. Или это уже было дело. Отстреляли как-то все лампочки в коридоре. На шум сбежалась почти вся охрана. Стоят, ничего не видят. А тут из тенуты расстались две очереди. Ха, и осталось только собрать боеприпасы и аптечки с еще тепленьких тел охраны. Как вы видите, в вариантов прохождения и статических уловок огромное количество. Так что игру можно проходить далеко не один раз. Следующее, что мне понравилось, так это оружие. Вы можете представить все бойца спецотряда, несущие на своих плечах целый арсенал различных средств уничтожения. Ха, такого больше нету. Каждую миссию вы можете взять только одну из предложенных пушек. Но поверьте мне, она заменит вам все. Автоматические режимы стрельбы, дробь, точечные выстрелы, лазер, подствольная ракетная установка, минноукладчик. Это еще не весь список ее возможностей. По мере выполнения новых миссий, ваши воины награждаются орденами и медалями, получают боевой опыт, повышают свои показатели. От боя к бою они все точнее стреляют, быстрее бегают, легче переносят ранения. А под конец игры их сила и ваш разум создадут непобедимый альянс против эндопланетных захватчиков. Ну что, вы уже заинтересовались? Совет один. Играть обязательно. И тогда как минимум недели бессонных и увлекательных боевых действий вам гарантировано. Ну а в следующее воскресенье мы расскажем...